Здравствуйте, Олег Геннадьевич. У меня такая... А вы садитесь на место у нас. У меня такая тоска. Вот второй день гельцы бьет. И это бывает особенно по утрам, во время молитвы. Меня в этом мире ничего не радует. То есть я вообще не вижу спасла. Мы здесь в иллюзии, мы здесь понятно, что это атом судьбом. Вот когда накатывает, я чувствую, что это неправильно. Потому что надо найти радость в этом мире, надо служить людям. Почему надо найти радость в этом мире? Найдите радость в духовной жизни. Радость просто надо найти. Вот пока не получается. Это эгоизм означает. Очень сильная нацеленность на себя. Это я подозревала, что эгоизм хочет избавиться. Чтобы избавиться, для этого нужно что-то делать для кого-то. Если вы не можете для людей, для Бога делать. Если не можете для Бога, тогда аскезы совершать. Просто второй образ жизни начать, чтобы хотя бы побеждать себя аскезой. Вы просто как пассивный эгоист, будем так говорить. Это может взорвать психику просто. Или вы будете кому-то служить. Или вы будете Богу служить. Или вы просто будете сгорать от этого состояния. Согласен. То, что вы говорите, нет радости в этом мире, это не философская ваша продвинутость. Потому что, если человек продвинут духовно, то он видит радости в этом мире. Но духовную радость он видит в тысячу раз больше. И в сравнении он видит, что духовная радость выше. Но вы просто зациклены на себе. И поэтому не понимаете просто, что такое настоящая вера. Настоящая вера это не состояние безрадостное и печальное, такое тоскливое. Это радостное и сильное состояние. Спасибо.